Всем привет-привет! С вами Полина Денисова. Вы сегодня на моем канале. Сегодня будет очень интересное видео, и я сегодня не одна. Со мной сегодня Миша, Миша и Миша! Всем привет! Миша, это и я. Мы актеры сериала «Бедный смеется». Богатый плачет. Да. Я играю Катя, я горничная. Я играю Михаила, сына хозяина огромного, дорогого дома. Дорогие подписчики. Жизнь с поле. Ну что ты мне расскажешь сегодня, Полина? Сегодня у нас очень интересное видео. Вы просили, ждали, и теперь мы решили это снять. Для вас мы отвечаем на самые каверзные вопросы. Но есть вопросы, на которые мы не очень хотим отвечать, поэтому... Определенно. Поэтому мы будем выполнять задания «Очень не очень», которые находятся вот здесь. Случайным образом будем их вытягивать. Друзья, будет очень приятно, если вы поставите лайк, подпишитесь и пишите в комментариях, кого из актеров мне еще позвать. Я пошел, спасибо. А вот и наши вопросы. Давайте начнет Михаэль. Как вас утвердили на съемке? Был долгий кастинг, он длился, наверное, около полугода. Очень часто приходил на пробы с различными партнершами, и в один момент пришла Полина. Тогда, кстати, после съемок, после этих проб, я ехал домой и думал, так, ну вот здесь точно хотелось бы, я бы хотел с ней сыграть. Я помню свои мысли точно. Я ехал домой и думал, так, ну вот с этой девочкой я бы хотел сыграть. Что-то как-то так у нас хорошечно получилось. А я вообще один раз была на ансамблевых пробах. Ансамблевые пробы – это когда вас уже пробуют с партнерами. Вот, и я была с Мишей. Хотя нет, изначально я пробовалась на роль Ананки, которая... Ты пробовалась на роль Ананки? Да, и у меня были ансамблевые пробы с Сашей Стоуном. А, ну что еще? Да. Только через где-то месяца два меня решили попробовать на Катю. А, так вот ты где все это время бродила. Но Мишу ждал, он выжидал час. Очень долго ждал, но я дождался. Ну хорошо, ты, получается, ответил на вопрос. Получается, ответил, твоя очередь. Давай. Давай. Ну почему? За что тебе стыдно? За что тебе стыдно? Я бы могла ответить, но это было бы, наверное... Стыдно. Нечестно, если бы я ответила что-то не самое стыдное. Я думаю, что я беру задание и не буду отвечать на этот вопрос. Вот так вот сходу. Да кое-что мне пришло. Ты даже знаешь, за что мне стыдно, Миша. Офигеть, первый... Мне кажется, это оно. Это то, что должно было быть. Блин, я очень надеюсь, что там не типа выставить что-то в соцсети, написать себе... Написать у тебя в соцсети. Узнала шокирующую новость, не знаю, как вам сказать. Ну блин, ну зачем? Тревожить подписчиков, будут нервничать, а потом что? Ребят, простите, меня заставили. Это не я все. Пишу в телеграм. Пиши в телеграм-канал. Узнала шокирующую... Как там? Узнала шокирующую новость. Швыряется тут. Узнала шокирующую новость. Не знаю, как вам сказать. Не знаю, как вам сказать. Ну, какие-нибудь приятные смайлики лучше поставить, да? А то, что-то как будто бы... Такое, типа... Это приятный, по-твоему? Такое. Ну ладно. Так приятно. Так приятно. В конце видео почитаем комментарии подписчиков. Все, я нажал. Что ты там в бидончик с молоком как будто бы... Вот она. Любимая серия из сериала. А что это за вопрос лайтовый просто? Во-первых, я до конца не смотрел весь сериал. Я еще не посмотрел все серии. А-а-а. Еще 4 серии впереди, поэтому... Я еще не знаю, что она ждет вообще. Может, меня впереди ждет любимая серия. Да. Ну ладно, если из тех, что я смотрел... Я не помню, какая она по счету. Десятая? Ну скажи, расскажи. Ну, десятая или одиннадцатая. Ну, что-то из этого, короче. Ну, расскажи. Подписчики напишут, какая-то серия. Ну, серия, где мы... Сначала была классная сцена... Когда я пригласил в дом каких-то непонятных девочек, потом была сцена с сестрой сводной. Тебе понравилось, да, вот это вот? Я все поняла. Можно заканчивать это видео, Миша, до свидания. Ну, ты же говорила, что там хочешь кого-то другого пригласить. Вот с самого начала ты это сказала. Отбиваешься, да? Кто только в самом начале говорит? Полина, Полина. Весица и вечица. Нет, на самом деле, да, эта серия, на мой взгляд, из данных пока что, то, что вышло, наверное, самая любимая, потому что там много переворотов, много эмоциональных качелей. Да. И поэтому она сама любила. У меня сердце кровью обливалось, когда смотрел эту серию. Это же там, где вот это все, да. Я не знаю, я очень люблю первую серию, особенно воспоминания о том, что мы ее снимали еще летом, изначально был пилот, а не весь сериал. Она запала в душу очень. Я очень долго к ней готовилась. Как ты готовилась? Неважно. Кибель. Ну почему, это мне все? Какие были эмоции после первого поцелуя? Сколько было дублей? Рассказывайте. Ага. Это с кем поцелуй? Я не знаю, с кем ты целилась. Можешь продай мне рассказать. Продай мне с Андреевой? С кем ты там целовалась еще? Виш, только с тобой. Не ври. Не ври. Я все видел из окошка. В общем, вообще первый поцелуй, который мы снимали, реально был с Даней. Реально? Да. Причем мы эту сцену потом переснимали. Она сначала была на другой локации. Вот эта сцена, где после бассейна мы выходим, где я заагрилась на Мишу, и Даня меня успокаивает, и у нас случается поцелуй. изначально мы снимали эту сцену у другого входа в дом. Вот, поэтому мы ее переснимали. Поэтому первый поцелуй вообще на проекте вы не увидели. А так с Мишей, наверное, была первая сцена в этом, в, я помню, в кино, в кинотеатре. Да. Да? И что, какие эмоции? Молодец. Это к тебе по столу, нет? А, это было, а, я вспомнила, это было так, что у меня в одну смену был сначала поцелуй с Даней, а потом все понятно. В целом, я не знаю, что еще говорить, она вот так прыгает. Да нет, на самом деле это все роль, это все профессия такая вот избытки, остатки, избытки. Избытки, остатки. Избытки, остатки. Вот так она называет наш поцелуй, избытки, остатки. Да нет. Все, ты уже, ты уже себя закопала. Что, мне не прости? Опа. Дорогие, пока записывала видос, ко мне пришел курьер и принес мне мои любимые продуктики из золотого яблока. Давайте вместе посмотрим, что там находится. Сама коробка золотого яблока, уже хочется ее купить, честно говоря. Итак, первый продукт, это сухой текстуризатор. Использую его каждый почти день и он нереально пахнет. Жалко, что вы не можете это почувствовать через экраны. Второй лот. Это лосьон для тела с ароматом в ваниле. Он вот просто нереально пахнет. Это, мне кажется, лучший запах и даже можно не наносить парфюм. Следующий продукт от Limbos, это нереальный просто блеск, вот такого вот цвета приятного. Короче, я сейчас даже нанесу. Он придает блеску. А блеск мы любим. Итак, идем дальше. Вот это тоже продукт от Limbos. Это нереальная сыворотка, а еще она с эффектом блеска. Мне кажется, на весну это самое то. Просто. Надеюсь, что ваши глаза выдержали это. Блин, я все хочу на себя нанести сразу. Перед макияжем наносите и потом вы блестите весь день. Идем дальше. Бренд Belief, один из любимых брендов уходовой косметики. Это увлажняющий крем. Его наношу просто, когда захочу. Вечером бываю перед сном. Но просто он очень легкий, очень приятный. И он тоже нереально пахнет. После этого крема кожа становится сияющей, нежной. Я вообще очень люблю скрабы. И вот этот скраб я нашла не так давно. Вот эта упаковка у меня вторая. Но теперь я как будто бы другими не буду пользоваться. Потому что он на основе воды, мертвого моря. У него нереальный состав. Полезный очень. О, это L'Atelier Parfum. Это, мне кажется, самый попадающий парфюм на весну. И он супер бюджетный. Он такой, немножко цветочно-травяной. Парфюм на весну на каждый день. Он еще как будто бы чуть-чуть детством пахнет. Итак, последний продукт от La Roche-Pz. Это бальзам. И он называется SOS. Потому что он серьезно SOS. Все проблемы на моей коже решает только он. Советую. По промокоду Денисова вы получите дополнительную скидку 20% при покупке от 2000 рублей. Погнали смотреть ролик дальше. Чего ты больше всего боишься? Я боюсь акул. Я боюсь всего, что находится под водой. Если я буду плавать где-нибудь, если, не дай бог, меня что-нибудь коснется под водой... А если... Ну, это прям фобия. Потому что не знаю, кстати, почему. Я смотрел даже все эти фильмы «Челюсти», как они там называются. Мне не страшно. Я смотрю вот так на акул, ну, я понимаю, что это прям жесткий хищник. И вот если я... Самый мой большой страх – это так ты ныряешь, ныряешь под воду, и там где-то открываешь глаза, вода, вода, и где-то из глубины вот так начинает уплывать на тебя акула. Ну, это... Хотела бы сняться в таком фильме? Хотел бы я сматериться, когда я тебя увидел. А сняться реально интересно. Прикиньте, сняться, типа, челюсти. Ну, так там же не будет. Ну, да, ну, это прикольно. Это интересно. Все будут думать, что ты ничего не боишься. Да, челюсти 5-6, сколько там. Я здесь. Я готов на этот экспириенс. А если бы тебя, вот, ты говоришь, коснулось бы что-то, ты всегда это пугаешься, если бы тебя в бассейне коснулось Алина. Нет, в бассейне ничего не... Кто? Яна. Пароль Яна. А в бассейне никто. То есть даже Яна, да? То есть тебе было бы нормально. И правда каверзные вопросы. Вот что такое каверзные вопросы. Вот что такое каверзные вопросы. Мы едем дальше. Вот теперь вы знаете, что это такое. Господи, какой волшебный бидон, что я вытаскиваю вот так вот. Давай, отвечай. Вы целовались в сценах по-настоящему? Вообще у меня есть вопрос на этот вопрос. Как-то можно было целоваться не по-настоящему? Миш, а вот такой вопрос. Давай. Вопрос на вопрос. Вы целовались в сценах... Искренне ты хотел сказать? Искренне, с чувствами, с расстановкой, с тактом? Да. Искренне, с чувством, с расстановкой, с тактом. А вы? Это вообще твой был вопрос, если что? Да все. Нет, я не буду отвечать на этот вопрос. Выполняй задание? Нет, на этот я отвечу. На какой? То, что там было. Ну так отвечай. А что там было? Вы целовались по-настоящему в сценах? Нет, это все нейросеть. Наши лица просто запрограммировали. Были ли ссоры или острые моменты на съемках? О, друзья! Пускай Миша отвечает. А что? Мы... На самом деле мы ругались постоянно. Нет. Мы ругались в хорошем плане. Мы спорили постоянно из-за того, кто прав, кто виноват в той или иной ситуации. Наши герои, в смысле, наши персонажи. И мы очень часто обвиняли друг друга, потому что Михаил был прав. Она считает наоборот. Но скажи по секрету, когда на площадке были Миша и Андрей, это был пожар. Ну, немножечко. Пожаром, конечно, я бы это не назвал. Они не играли. Они существовали в реальности. Да нет, на самом деле мы не ссорились же вообще на снимках. Не, не ссорились. Мы не можем ссориться. Острые моменты? Острые? Острые. Что для себя? Острые были, когда нам готовили шаурму в конце. Она была острая иногда. Помнишь? Самые лучшие вагончики с едой, кстати. Ой, вагончики правда были очень вкусные. Очень вкусные. У нас еда просто прекрасная была на площадке. Это было правда. Это было правда. Но, кстати, когда мы снимали... Вот мы снимали вообще сериал месяц, да? Ну, в целом, да, чуть-чуть больше месяца. И я не ела все это время после шести, чтобы у меня не было щек. Щечек. Я ел за нее. И Миша ел за меня. Но это было реально сложно, потому что еда офигенная. Я? Да, ты. Какие черты вам больше всего нравятся друг в друге? Ну, давай. Это милый вопрос. Ну, получается, и в тебе какая черта мне нравится. Терпение, наверное. Прости, Миш. Миш очень хорошо чувствует меня, когда у меня какое настроение. И он понимает, какой подход нужен ко мне в определенный момент. И это я чувствовала на площадке очень сильно. На самом деле, у меня точно такой же момент. Полина прекрасно чувствует. Не знаю, всех ли она так чувствует. Но я за это ручаться не могу. Но у нас с ней, правда, был в самом начале... У нас с ней, правда, чувство. Какой-то коннект, и мы друг друга чувствовали. Это правда так. Это то, что нам очень помогало в работе. Мы чувствуем друг друга. Общение. Давай ты. Почему-то на все вопросы отвечаем мы в бесте. Как выглядит партнер вашей мечты? Ого, партнер типа... Опа. Интересно, расскажи. Вновь жизнь. Выглядит в жизни? Да. Я, конечно, могу ответить, но я хитрый. Как выглядит идеальный партнер в вашей жизни? Он выглядит любимым для меня человеком. Нет, Миша, мне кажется, надо... Я ответил неправильно? Я ответил неправильно? Я не ответил? Я не ответил. Ты, мне кажется, должен... Я не ответил на вопрос? Нет, ты должен вытянуть. Я считаю. Вот я уверен, что я ответил правильно этот вопрос. Любимым? Это вообще нет. Это нечестно. Это только и честно. Не важно. Ты мог сказать просто, как ты. Позвонить другу, попросить крупную сумму денег в долг. Можно я скажу какого? Из Костромы. Эрику. Эрику. Все, хорошо. Только серьезно надо разговаривать. Он, скорее всего, может не разговаривать серьезно. А сколько? Крупную сумму это сколько? А сколько это? Назови любую сумму. Давай 200 тысяч. Сколько? 200. Чего хочешь? Брат, привет. Слушай, у меня тут момент. Ты можешь мне в долг 200к дать? 200? Да. Сейчас, нет, брат. А что вставало? Получается, ты меня не выручил, мой брат. Братская закончилась? Мой брат, в общем, давай я еще раз тебе... Чего ты? Брат, мы сейчас, короче, просто снимаем. Да, и я должен был позвонить другу и попросить большую сумму в долг. А, 200 тысяч это большая сумма? Город, б***ьешь ты. Сейчас кинут. Все, давай, брат. Спасибо большое. Я не понимаю, почему. Волшебный бачок. Ну давай, опять мой любимый вопрос. Рассказывайте. Встречаетесь ли вы с Мишей? Не надо. Не переживай, не переживай. Встречаетесь ли вы с Мишей в реальной жизни? Тебе подать коробочку? Да. Задание. Не хочу отвечать на этот вопрос. Тяните мне. Миш, может ты ответишь? Твой же вопрос. Хорошо. Выложить самую неудачную фотографию в социальные сети с подписью «Ну как вам? Я очень старалась». Ну нет, давай неудачную, а самую первую, которую получится. Я сейчас и так открою и сфоткаю. И выставлю. Нет, тут написано другое. Ну самое неудачное, мне искать надо. Это перебор. Что, перебор, дорогая? Это жизнь. Вот, это мне уже понравилось. Я не буду такое исполнять. Ладно. Ладно. Может, у тебя есть какие-нибудь мои фотки неудачные? Мне кажется, очень. Вот это не очень. За кринж. Все. Ладно. Что, выкладываешь вот эту? Ну, прям близко так. Да, вот так вот прям. Да, блин. Сто процентов. Ладно, все. Люди в Телеграме, мне кажется, сегодня просто взорвутся. Это да. Телеграм переполнен контентом сегодня. Мне интересно, сколько это наверят лайков, потому что это же типа я такая, какая есть. Я настоящая. Просто сейчас ноль лайков. И люди поймут, что быть настоящим – это плохо. Ну, как вам? Ну, как вам я старалась? Нет, настоящим быть неплохо. Не слушайте, пожалуйста, эту прекрасную женщину. Ну, прекрасно же. Вообще, потрясающе, я считаю. Блин, как это ужасно выглядит. И не смей это удалять. Блин. И не смей это удалять. А там не было такого. Это мое, это мое доп. Задание. Кстати, давайте пока почитаем, что узнала шокирующую новость. Что пишут, что вы пишете? Говори, говори. Скажи какую, говори солнце, рассказывай. Говори, говори. Говори. Не говори так. Не говори. Миша предложение сделал. Окей. Кстати, продюсеры официально объявили, что будет второй сезон. А нас никто не хочет в курс дела ввести. Что бы вы хотели поменять в своей внешности? Я никогда об этом не задумывался, кстати. Серьезно? Да. Я очень часто об этом. Не, раньше у меня были какие-то комплексы. Не, я не задумывался об этом никогда. Значит, и нет. Офигеть. Офигеть. У меня много чего есть. Ну, не то, чтобы много чего есть. Наоборот, с возрастом как будто бы ты избавляешься от каких-то комплексов и принимаешь. Не, у меня тоже было. Часто, кстати, парни, знаете, вот в школьном возрасте тебя задирают, и потом ты из-за этого комплексуешь. Опять виноваты во всем, парни. Не, у меня тоже были комплексы в юности, в подростковый период. Они, безусловно, были. Но потом настал момент, когда что-то как-то все рассосалось, поменялось. Не знаю, мне кажется, у каждого человека есть что-то, что он хотел бы в себе поменять. Слушай, ну, может быть, конечно, что-то есть, но я, честно говоря, просто на данный момент... Просто хочешь выполнить заведание? Не, не, я просто на данный момент даже не знаю. Я не задумываюсь об этом, поэтому мне ничего в голову не приходит. Я бы сказал, честно. Миша Сотников или Тимофей Кочнев? Ну, я не знаю, такой вопрос странный. Но как бы, как что? Как что? Ну что, Миша Сотников? Как что? Не как кто, а как что? Ну, хорошо, я выполню задание. Я не хочу отвечать на этот вопрос. Да хватит! Потрясающе! Просто потрясающе! Хватит! Ну почему? Почему там есть что-то? Давай реально другое? Нет, 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 нет. Ну все просто сети. Я читаю. Запостить фото в сториз из туалета. А, слушай, не написано какое фото. Я могу просто вот так вот сфоткаться в зеркале и все? Ну так сфоткаться и запостить. А, ну так я сейчас просто выберу какую-нибудь фотку из зеркала. Из туалета. Обязательно из туалета. В соцсети Полины сегодня играют... Разрывают. И играют новыми красками. Да. Такого у меня раньше не было. О боже, я хотела сказать... Миша попросил фотку из туалета. Нет! О боже! Это ужасно. Первое впечатление друг от друга! Ну давай, рассказывай. Я, кстати, от тебя не слышала никогда. Я была на премьере «Мир, дружба, жвачка» и на этой премьере был продюсер проекта «Бедный спецбогатый плачет». Она знала, что я завтра к нему буду на пробы. Она подошла ко мне и говорит «Мы такого мальчика тебе нашли завтра». Это Марина была? Да. Марина Никольская. Привет. И она говорит «Там такой кудрявый парень». Она так Мишу описала. Я думаю «Кто там? Кто?» У меня прям вообще... Я так готовилась, думаю, ну, ночь не спала. Ну, переживала очень сильно. Я прихожу на следующий день на пробы. А там я. А там? И все, она поняла, что она зря готовилась. Я поняла, что она реально, как она описывала, так все и есть. Он как улыбнется, все. Зачем я так открыто говорю об этом? Мои впечатления первые. Меня так не предупреждали. Но я помню, как я делаю вид. Он такой, типа, как будто высокомерненько немножко зашел. Как будто бы он уже со всеми попробовался. Я? Ах ты бессовестная. Под него ищет девчонку. И он такой, типа, ну попробуемся. И я тоже так, типа, отрешенно смотрела на него. Он такой, ну давай. Офигеть. Вот так вот немножко было. Ах ты бессовестная. Вот. А потом он забыл вроде... А, я забыла наушники. Это был наш первый контакт, такой нормальный. Нормальный контакт. Я ухожу, он такой, стой. Твои наушники. Это что за вранье? Стой. Вы похожи, чтобы я делал так в жизни? Стой. Это твои наушники. Очень органично. Очень видно, кто здесь врет. А кто говорит истинную правду? Сколько у вас было отношений? Ну, я выполню задание. Настолько много или настолько мало? Вот теперь нам стало интересно. Поцеловать кого-то из присутствующих. Слушай, вы не можете подсылать щечку? Сколько вы зарабатываете? Некорректно спрашивают такие вопросы. Кто составлял? Извините. Я очень надеюсь, что все задания с соцсетями связанные закончились. Я надеюсь, что нет. Надеюсь, они только начинаются. Повторить самую сложную ассану из йоги. А что такое ассану? Ассанка? Поза, поза. А, нет. Ну что, мы все посоветовались, выбрали вот эту позу. И, Миш, мне нужна твоя помощь. Всегда, пожалуйста, дорогая моя. Я знаю, что без меня ты не справишься. И только, нет, давай только без забросов. Ты сначала ставь руки туда. Давай мне одну ногу. Вот так. Я беру вставь ногу. Все? Все? Было? Зачем? Нет? В смысле? Готово? Да. Поднимаю? Да. Что ты там? Зачем ты идешь назад? Ну, ну, а зачем? Почему ты не выпрямила ноги-то? Ну, страшно, что я улечу вперед. Куда? Я же тебя держу. Два осталось. Да, ты не подглядываешь. Да, не подглядываю я. Что ты там мешаешь? Там две штучки. Погнали. Общаетесь ли вы вне съемок? Давай там, давай там просто ради интереса выполнишь задание. Она мной манипулирует. Она абьюзер, кстати, если что. Что? Позвонить в ресторан и договориться об ужине по бартеру, рассказав, что вы звезда. Нет, я не буду это делать. Да, да, да. Миш, ну давай. Да ну нет. Это же смешно, какая разница. Я вообще легко сделала. Давай ты это сделаешь. Да нет, ну почему я? Давай ты это сделаешь. А мне... Давай мы вместе это сделаем, типа... Вы смотрели сериал «Бедный смысл богатый плачет»? Господи, нет. Ты еще хочешь прямо представиться со своими именами? Конечно. Нет, это же ужасно. А, ты хочешь типа представиться? Ну тогда, конечно, можно. Я вообще не хочу. Давай, ты что такого? А кем мне представиться, что я звезда чего? Тик-Ток. Да, типа... Господи, какой ужас. Какой же ужас. Через 30 минут столик? Я никогда в жизни вот таким вот... Миш, для этого и есть это видео. Чтобы крейджевать. А если я спросить, кто вы? Какая у вас соцсеть? Придумай что-нибудь. Ну, лайк. Добрый день. For English. For English. Вас приветствует ресторан White Rabbit. Могу тебя назвать? Меня зовут Татьяна Ритансберр. Поброщаться. Здравствуйте. У меня такой момент. Дело в том, что я бы хотел забронировать у вас столик. очень срочно. На какую дату? Через полчаса. На какое количество гостей? Знаете, я звезда лайка. И я бы хотел пригласить свою девушку Катю к вам в ресторан. Вот на двоих получается. Настя минута, пожалуйста, проверю возможность. Господи, как это ужасно. Как это ужасно. Ну, сейчас, ладно, сейчас. Здесь полчаса, я правильно поняла? На 21.00. Да, если что, у меня много там фанатов, поэтому я вас отмечу и прочее, прочее, прочее. По бартеру. Господи, какой это ужас. Минута, пожалуйста. Это отвратительно. У меня аж плохо стало, когда я это говорил. Это такое крыльчание и жалко. Это неприятно. Ладно, скажи, что извините. Мы уже не сказали. Все, извините. Это очень долго. Прошу меня извините. Я уже не могу, у меня нужно бежать. Господи, как это было отвратительно. Миша, я не хочу с тобой больше общаться. Да я с тобой тоже. Это было с твоего телефона, поэтому я доволен. Блин, последний вопрос. Погнали. Похожи ли вы на своих героев в жизни? Заканчиваем таким лайтовым вопросом. Мне всегда в детстве в школе ставили какие-то рамки и учителя и говорили, что вот так себя вести нельзя. Вот здесь ты дерзишь. А вот здесь ты... Короче, делали из меня такого робота. И я всегда этому очень сильно сопротивлялась. И мне кажется, у нас с Катей есть эта схожесть. То, что мы часто делаем то, что идет от первого импульса. Такие мы ведомые чувствами. И очень дерзкие бываем. Похож ли я на Михаила? Ну, мне, кстати, задавали такой вопрос. Я на него отвечал. На чем? Да, в любом случае во мне присутствуют некие черты характера Михаила Воронцова. Ну, наверное, его манера поведения, манера общения. Любишь кадрить девчонок? Нет, люблю смотреть тебе в глаза и шутить. Шутить, прикалываться, улыбаться. Легкость. Вот, наверное, это можно называть легкостью в общении. Вот этот, наверное, присутствует. Но, кстати, не скажу, что я в жизни очень сильно этим пользуюсь, что ли. Все-таки в жизни я, наверное, чуть более закрытый человек. Видео подошло к концу. Спасибо, что вы досмотрели. Надеюсь, что вам было интересно. Мы были максимально честны, откровенны и каверзны. Пишите, кого мне еще позвать. Но с тобой было... С тобой прекрасно. Спасибо. Всем спасибо. Я, возможно, если меня Полина еще когда-нибудь куда-нибудь позовет, возможно, я приду. В ресторан? В ресторане, да. В ресторан, да. Мы уже забронировали столик. Нам, кстати, пора ехать. Поэтому все. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok